Всем привет! Меня зовут Макс Брандт и выходные я провел на Мартини Рейсинг Уикенд, в рамках которого состоялся финал социальной кампании Roar for Life. Этот уикенд был посвящен скорости, драйву и ответственному вождению. Мы провели утро чемпиона в горах, гоняли на картах, как настоящие пилоты, только на более простой трассе. На ней начинают все великие гонщики. А теперь смотрите, как это было. Всем привет! Меня зовут Макс Брандт и я начинаю свой влог из Сочи с того, что нам раздали еду. Конечно, мы приехали на биатлон трассу Лаура, что находится в горах, и провели уже для меня кроссфит, для всех остальных легкую разминку. И сейчас, перед тем, как нас обучат искусству картинга и мы будем соревноваться, мы посмотрим, что же нам сегодня преподнесли в качестве спортивного пайка. Яблоки, вода, бананы, фитнес. Фитнес, естественно. Особо есть не буду, чуть попью. Надеюсь, вам видно. Я, конечно, снимаю на фоне окна и там все темно. Давайте походим условиям. И это спортивная поездка в Сочи. Привет, Кирилл. Привет, Максим. Кирилл не занимался, потому что занимался работой. Но пайок получил. Дорак, халявши. Добби, наконец, покормили. Добби не свободен, мы еще снимать кучу. Это ребята с Radio Energy, вы их, конечно, знаете. Это Саймон и Антон. Так ведь вас зовут? Еее. Наоборот, это Саймон и Антон. А, ну я, в принципе, так и сказал. Ты уже успел устать? Знаешь, я даже боюсь, что сегодня вообще далеко не прокатимся. Ну, так а тут, в принципе, далеко нет. Тут как бы площадка есть на горе и пару кружков. Нет, первый, скорее всего, первый мы приедем. Ну, вряд ли. Ну, значит. Потому что четвертый мы приедем первый. А, ну вы первый, только сзади. Мы четвертый, а вы пред-пред-последний. Пред-пред-четвертый. В общем, атмосфера веселья, соревнования и свежего горного воздуха. Такая будет перебивка в серии все время. Привет. Привет. Ты готов вывести нашу команду вперед? Потому что надежда только на тебя. На самом деле не факт. Мало ли что произойдет. Смотря на сколько неудачливы наши соперники. Я надеюсь, кстати, на то, что они все неудачливы. Хотя нет тут неудачливых. Здесь только счастливые люди. Счастливые люди, но которые, я думаю, плохо катаются на карте. Хотя вот Саймон показал, что они в этом году уже катались два раза. Даже на Минчемпионате. Ничего себе. Рад занял последнее место. Позорно. Хорошее последнее место заняли. Но сегодня, я думаю, что мы, как и все, будем стараться и займем. Позорно. Место хотя бы в тройке. Потому что команда 4. Хотя бы в тройке приехала. Вот мы с нашей командой и с другими соперниками идем направо и налево. Вот видим уже трассу. Картинговую. Трассу, она не такая большая, кажется, на самом деле. Но приличная. Тут несколько крутых поворотов. Много, конечно, плавных. Но вот есть, которые такие вот два. Если вы его увидите в шлеме, то вы поймете, что это действительно он. А зовут его Коллинз, да, по-моему? Бен Коллинз. Бен Коллинз. Точно, смотри, не ошибись. Бен Коллинз. Бен Коллинз. Вот. В его одежде я часто хожу. Мне нравится его одежда. Вот. Хорошая довольно-таки. Ребят, это он из... А, он, кстати, Кирилл. Он в нашей команде, но он занимается какими-то околокартинговыми делами. В общем, ищем нашего четвертого члена. Не повисит слово «команда». И будем с ним обсуждать, как же нам разработать стратегию по выигрышу этой самой трассы других команд. Это Сергей. Сергей, мы обнаружили вас. Привет, Александр. Вы же в нашей команде, Сергей. Вы себе не представляете, как тяжело, как тяжело держать камеру после вчерашнего караоке. 3, 2, 1. Добрый вечер, дамы и господа. Здравствуйте. Мы ведем прямой репортаж с какой горы? Лаура, наверное. Лаура. С биатлонной трассы. Биатлонной трассы, где наши российские олимпийцы выигрывали кучу золота. А вот едет тот самый стик. Мне кажется, это его самая медленная скорость в жизни. Наш инструктор сказал, что держак будет лютый. Не знаю, что это такое точно, но надеюсь, это приятно. Как я услышал из разговоров соперников коллег, все практически катались на картинге. На этой трассе, конечно, нет, но все понимают, что, значит, держак, значит, в катичество, значит, там, тормоз, все вот это вот, в какую шпильку надо войти. В общем, я надеюсь, что хотя бы у нас один из команд, то есть либо Костя, либо Сергей, либо Кирилл, я забыл, как зовут наш оператор, Кирилл, либо я, покажем лучшее время. Ну, хотя кто-нибудь точно покажет это лучшее время, и выйдет в финал, и будем бороться за звание команды высокой профессиональности. Нам, ребята, сейчас уже готовятся, первая команда, посмотрим, как она проходит трассу, какие у нее ошибки, и будем их искоренять и делать все правильно. Дайте машине самой ехать. Супер. Не мешай. Пока все сходится. Пока все, да. Работаем. Говорят, что северные мишки не умеют улыбаться. Неправда. Мы умеем. Ребята, вот что, собственно, там, там лужи. Слушай, ну ты как-то странно наехал тем местом, на котором обычно сидят, и оно сухое. Что ты делал? Я не понял, но вот... Ты пескнул под себя. Нет. Ну что ж, я готов поделиться своими личными ощущениями первой поездки на открытой трассе по картингу, и мне, честно, показалось, что совсем другие ощущения. Может быть, потому что уже была резина прогрета, то есть для нас были люди. То ли потому что это воздух и асфальт. Тут совершенно другое сцепление. Тут я вот некоторые просто так дрифтовал, то есть чисто на дрифте. Я когда раньше ездил, то есть, ну просто там чуть... Было. Тут вот просто то ли один, то ли два поворота, каждый круг там... Я боком еду, то есть я понимал, что, в принципе, может быть, так и нужно, но это для меня новые какие-то эмоции, новые ощущения, и это офигенно. Вот с гоупрополоха видно, но вот там вид просто бомбежный. Там горы, облака прямо, прямо около нас, не то что над нами, а прямо около нас. Трасса шикарнейшая, карты, ну не в смысле карты играли, а в смысле машины очень, очень крутые. Не знаю, мне понравилось, сейчас подождем, пока все остальные будут ехать уже на квалификацию, и потом мы будем, но пока что мне очень понравилось. До сих пор адреналин, ощущения очень приятные, то есть раньше я как-то боялся скорости. То есть когда меня кто-то везет, в принципе, там может быть, там даже 150 км, мне не страшно. А вот когда я управляю какой-то машиной, которая даже несется там 60 км в час, это прям стрёмно. Но сегодня там очень живенько, бодро, то есть все-таки все делается на опыте. Ребята, какой офигенный вид в Сочи. Кирилл, расскажи свои ощущения, вот ты не разминался, потому что ты работал. А, было тебе сложно? Да, без разминки было гораздо сложно, респект тренерам, которые подготовили ребят, они меня обгоняли. Ну вот из-за этого я и проиграл, и потерял очень много времени, пропустил повороты. Но тебе понравилось? Ну, мне понравилось. А ты же катался на трассе крытой? Да, да, да. Тебе показалось, что отличие явное, потому что у меня... Да, явно резина совсем другая, асфальт тоже там со стыковочкой не получается. Этот поворот просто только на дрифте проходится. Это да, и, ну, на этом повороте, собственно, и больше всего ошибок допускаем, потому что он реально сложный. Шпилька называется для тех, кто не знал, как я, а теперь я знаю, что называется Шпилька, то есть, такой очень крутой поворот, то есть, с такой шпилькой. Собственно, и, блин, ну, реально, это очень круто. Нет, да, очень круто, но мне не хватало вот каких-нибудь прям 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 прямых таких трасс. Тут, на самом деле, ну, парковка, она довольно-таки здоровая. Тут, ты думаешь, что можно было что-то придумать, чтобы прям как какой-то длинный кусок был бы. Но мне кажется, есть какие-то там, не знаю, мировые или европейские стандарты по длине, потому что так-то можно хоть, знаешь, и по всем гарантам сделать. Но вот я думаю, что там не больше, там, типа, двух километров, конечно, там, вот тут. Ну, ну, хорошо, да, ну, я понял тебя. Не больше там, шпилька, смотрите, ребятушки, это местный житель. Кошка. И леница. Горный кот, короче, здорово, братишки. Как тебе тут поживается? У него горные блохи. У него горные блохи, вот, черт. В общем, мой однокомандник Сергей Голодун, телеведущий, в самом начале гонки так получилось, что развернул меня практически на 108 градусов, поэтому первый поворот я был последним и отстал очень далеко, пытался всю гонку, все 10 кругов догнать Кирилла. Ну, практически догнал, но, конечно, не получилось. Мастерства не хватило, да и тут, как бы, был отрыв реально очень большой. У нас такая работа, что нам хочется нужное, необходимое и так далее получить удовольствие, потому что это работа, это съемки, это тяжелый труд, но он приятный. Ну, как ты? Супер, почетное третье место. Кстати, это очень хорошо, потому что из нашей команды такого вроде никто не добивался, ну-ка, третья точно нет у нас, но и вторая, там вот Денис первый, который он всех обогнал там, на круг, на два. Он, он опасный, он шустрый, это вообще, это, как сказать, это, это ястреб. Вепрь. Давай, давай, поехали! Хорош! Хочу подвести со своими друзьями итоги сегодняшнего дня, заезда, спортивного события, ты кое-что считаешь? Ну, было все хорошо, кроме последнего, не знаю, как бы и хорошо, и плохо одновременно. Ну, тебе понравилось самое главное? Мне очень все понравилось. Ты первый раз на воздухе на картинге? Я просто первый. Не, не первый раз. Не, я тоже был первый. Но первый раз с профессионалами гоняю, серьезно. Ты мне скажи, как эксперт, потому что мне показалось, что тут совершенно другие ощущения, чем в крытом, или просто в метакарте, но не... По крайней мере, здесь есть лужи, на которые, если ты напоришь, я так скажу, тебя заносят, сносят. Этого нет в крытом, естественно, никогда. То есть я, вот, пару поворотов просто на таком дрифте сплошном ехал, у меня такого никогда не было. То есть я, прям, думаю, я вообще как-то чик-чик, а тут... И въехал в поворот, это очень крутое ощущение. Понравилось и тебе, Кирилл? Да, вообще, отлично. Я реально все повороты только в дрифте ходил, и из-за этого совершал много ошибок, но мне было в кайф. Я чувствовал себя гонщиком форсажа. Потому что главное не победа, а участие. Говорят, неудачники. Все, ребятушки, всем пока. Это было прекрасно. Динь-динь. Динь-динь. Вот тебе и динь-динь. За 100 дней собрали более 218 тысяч кричащих видео. Участвовали 4 страны. Россия, Польша, Украина и Казахстан. В каждой стране был свой некоммерческий партнер, фонд. В общей сложности всем фондам передали 120 тысяч долларов. В частности, фонд «Живой в России» получил 3 миллиона рублей.